Хм, пи***ь На котором продается коллекционка Еще не вышедшей игры The Legend of Zelda Link's Awakening За 9 тысяч с половиной рублей Вот, причем цена указана в фунтах То есть очевидно, что коллекционка Продается за рубеж Это, конечно, была не прямая продажа Это был предзаказ всего лишь То есть можно было предзаказать на ebay Да и до сих пор, по-моему, можно И потом тебе пришлют Эту самую коллекционку Суть в чем? В том, что аккаунт Второго продавца на ebay назывался Видеоигр И зарегистрирован был как юридическое лицо То есть как магазин Если полазить по этому аккаунту, можно увидеть там Довольно много разных лотов Лотов? Не знаю, как правильно В общем, все это там продавалось Всякие диски, картриджи И вся остальная геймерская атрибутика При этом, вторая ссылка Собственно, в ней и была вся проблема Тот же самый предзаказ На сайте магазина Видеоигр.нет Был недоступен То есть купить уже было нельзя И я подумал Хммм Ну, конечно, в принципе Это может быть кто угодно Кто угодно может зарегистрировать Аккаунт на ebay Видеоигр Он же даже называется Не Видеоигр.нет Вот, но как бы Москва И тоже магазин И тоже продает Различные игры и аксессуары За рубеж Что в принципе нормально Ну, перекуп В этом нет ничего такого Но как бы казалось бы Что это действительно Аккаунт этого самого магазина Который просто продает Еще помимо того Что он продает у нас в России игры Он продает еще за рубеж В Европу Но Суть-то она в чем Многие Очень многие Постоянно ругаются Дескать Нинтендо Россия Нам привозит Слишком мало Игр На продажу Именно физических копий Не про цифровые Сейчас говорим То есть это именно Физические копии Причем Ругается даже сам магазин Видеоигр.нет Вот у них был Вот такой вот комментарий Который вы сейчас увидите На экране В котором написано Что, дескать Во всем виновата Нинтендо Россия Она привозит нам Слишком мало Коллекционок На реализацию И тут Мне Бомбануло Ну то есть Получается так Что Хитрый магазин Продает Нам Какое-то Какое-то количество Этих самых коллекционок А остальное Продает за рубеж По более высокой цене Как вы можете видеть Эта коллекционка The Legend of Zelda Leaks Awakening На видеоигр Стоит Шесть тысяч рублей А на ebay Она стоит Девять тысяч С половиной рублей Как бы разница Довольно-таки Существенная Почти в два раза Я подумал Ну ладно Конечно Доказательств Много нет Но все-таки Пожалуй Запущу-ка я Это все В твиттер И это Привело К целому Небольшому Скандальчику Все было бы ничего Но мой твиттер Заметили На dtf Еще по-моему С пара сайтов На него Ссылалось И тут Если это Не ваш Аккаунт Зачем Вы Поменяли Его на ebay Вы могли бы Просто сказать Мы не имеем К этому отношения И вот тут Сразу Тогда Стало И все Понятно То есть Виноваты Это Ребята Не Нинтендо Россия Которая Привозит вам Мало Коллекционок А виноваты Ритейлеры Причем Наверное Не только Видеоигр На это Тем Балуются Да и Сложно Их Осуждать Потому что Как бы Ну магазин Бизнес Лучше Продать Подороже Чем Подешевле Но как бы Обвинять В этом Своего же Закупщика Это Очень Очень Некрасивая Ситуация То есть При этом Вы Если бы Вы Продавали Например Видеоигр Нет Если бы Вы Продавали Всем Нам И при этом Параллельно Продавали На ebay Никаких Проблем С этим Не было Но вы Закрываете Предзаказ Для нас Российских Игроков Российских Покупателей И продаете Все это За рубеж Это Как бы Очень Очень И очень Некрасиво Этот твит Конечно Возымел Резонанс Видеоигр Точка Нет Перебанила Кучу Народу В своем Паблике Некоторым Людям Я видел Скайншоты Не буду Их Показывать Потому что Эти скайншоты Были Слички Именно В личку Магазин Отвечает Что не имеет Никакого Отношения К этому Аккаунту И это Конечно Правильный Ответ Ну что Что они Еще Могут Сказать Но Вот Как бы Переименование Это аккаунта И Все остальное Ну блин Очевидно Ребята Ну очевидно Все же Не дураки Вот такая Вот Очень Интересная История Произошла На этой Неделе К более Интересным Новостям Нинтендо Тут еще Анонсировало Обновление Оригинального Нинтендо Свич Модель Скоро Поступит В производство И в продажу Станет Доступна У нас В сентябре В Европе Модель Оригинального Свича Обновленная Будет выглядеть Свич будет Выглядеть Так же Вот Никак Он внешне Не поменяется Его Отличие От Обычной Ревизии Старой Заключается В том Что теперь Консоль Будет работать От батарейки Гораздо Дольше Нинтендо Указывает Что The Legend of Zelda Breath of the Wild Например Можно будет Играть 5,5 часов Без подзарядки Напомню Что раньше Эта цифра Была в районе 2,5-3 часов Самое интересное Что при этом При анонсе Nintendo Switch Lite Один из хакеров Сделал датамайн Прошивки Nintendo Switch Ну Официальной Операционной системы И нашел там Несколько Интересных вещей В частности Там были Такие моменты Что кроме Nintendo Switch Lite В прошивке Фигурирует Некий Switch New Который Вот это вот New Оно Указывалось В кавычках В чем же Собственно Было отличие Значит Вот этот Switch Lite И Switch New Ну будем называть Его так Для удобства Они имеют Новый процессор В оригинальном Switchе Стоит Tegra X1-210 А в Switch Lite И в Switch New Стоит Tegra 214 Ну тоже X1 С кодовым Названием Марика В этом Switch Lite И Switch New Стоит новый Тип памяти OPDDR4X Вот Который Позволяет Батарейке Работать Намного Дольше Собственно В этом и суть Ну плюс к этому Новый процессор Тоже имеет Лучшее Тепловыделение И позволяет Меньше Загрузить батарею Так сказать Ну соответственно Опять же Увеличивает время работы От батарейки И вот этот самый Switch New Наводит на мысль Что как раз таки Обновленная ревизия Которую анонсировала Нинтендо Это и есть Тот самый Switch New И тут мы подходим К интересному Заключению Из датамайна В том же датамайне Стало известно Что этот Switch New Будет иметь Съемные джойконы В отличие от Switch Lite У которого они не съемные Вы это уже все знаете Вот И графический процессор Который Ну Который Входит в процессор Тегра X1 Будет иметь Повышенные значения В отличие от Nintendo Switch Lite Это очень важно А значит что В Switch New Возможно Некоторые игры Будут работать быстрее То есть там Не сильно прям быстрее Но будет небольшое Повышение производительности К тому же В датамайне было найдено Что в Switch New Больше может быть Встроенной памяти В оригинальном Switchе Как вы знаете 32 гигабайта Вот Но там может быть больше Не указано на сколько Но это написано В самом датамайне То есть просто Может быть больше памяти Вот Самое интересное Теперь Стоит ли вообще Покупать Switch Lite Если Nintendo Switch С обновленной ревизией Будет Больше работать От батарейки Причем будет больше Работать чем Сам Switch Lite Многие люди Удивились И задают странные вопросы Там например Почему Switch Lite Работает от батареи Меньше чем Вот эта вот Обновленная версия Switchа На целых там Час-два И так далее Nintendo вообще написала Что вот этот New Switch Они его вообще Никак не назвали Они назвали просто Обновленная модель У нее другой код Вот И Многие удивились Этому Почему Switch Lite Работает меньше Ну потому что Ребята Сам 4-фактор У него меньше То есть батарейка Она никак не изменилась Ее просто сделали Поменьше И поэтому Switch Lite Работает меньше А вот В обновленной ревизии Switchа В которой Новая память И новый Проц И соответственно Новый GPU Она будет работать Дольше Поэтому Если вы вдруг Все еще Планировали Купить Новый Switch Себе То рекомендую Обратите внимание На вот этот Самый обновленный Switch Который будет работать Уже от батарейки Дольше И Будет как бы Сам по себе Лучше При этом Опять же Пока не будет Никакого увеличения Экрана Никакой там Замены на Более новую Тегру Ничего Этого пока Нет Вот этот самый Switch New Судя по всему Он как раз таки И будет являться Обновленной ревизией А что уже там Будет дальше В следующем году Через год Это надо уже Пожить И посмотрим Что там будет Почему стоит верить Еще этому Датамайну Ну потому что В нем указано правильно Что вот Switch New Остался с обычными Джейконами Имеет оригинальный Форм-фактор В отличие от Switch Lite Что уже известно Что в Switch Lite Будет новая ревизия Процессора И новый тип памяти Что соответственно Тоже подтвердилось Косвенно Иначе бы этот Оригинальный Switch Точнее новая ревизия Извините Оригинального Switch Не работала бы Дольше от батареи Ну и вот Посмотрим На релизе Увидим Действительно ли GPU будет иметь Более высокие частоты В конце концов Можно Nintendo ведь могла Сделать как Она могла Просто залочить Старые частоты У графического процессора Для портатива Ведь Switch Lite Может работать Только в портативе Он не будет Подключаться к телевизору И это опять же Наталкивает нас На мысль о том Что вот именно Поэтому он и не будет Подключаться к телевизору Потому что ТВ режим Будет позволять Делать Более высокую Производительность Благодаря Графическому процессору Разлоченному А Switch Lite Это не нужно Зачем это надо Он там и так Маленький Может быть Он с этим Не справится Может быть Еще что-то Тут даже Дальше уже Идут какие-то Технические Тонкости Но тем не менее Datamine На 50% Оказался Прав Будут ли Новые Switch Которые Поддерживать Большое количество Памяти На борту Там Вдруг Там будет 64 Или еще Что-то Это мы с вами Уже увидим Но я думаю Что будут Ну и вопрос Про GPU Тоже пока Остается открытым Но я думаю На релизе Уже все Станет ясно Вот такие вот Я бы сказал Хорошие новости Nintendo Анонсировала Две пары Joy-Con С новыми Цветами Joy-Con Начнут продаваться 4 октября В США Информации По нашему региону Пока нет Ну Это Очень интересная Новость Как бы Новые Joy-Con Наконец-то Новые цвета Последний раз Joy-Con Обновлялись Еще в прошлом году Поэтому уже Давно пора Тут конечно Расстраивает Что теперь у нас Joy-Con Будет стоить Дороже На Полторы тысячи Рублей Или на две Сколько там Обидно Конечно Но зато Давай пожаловать В новые цвета И одни Из этих новых цветов Почему-то очень похожи На украинский флаг Не знаю почему В США прошла акция Всем пассажирам Одного рейса В самолете Подарили по Nintendo Switch И EGS Super Mario Maker 2 Очень хорошая акция Хорошо, что В Америке проводятся Такие Жалко, что У нас такие Не проводятся Видимо Опять сказывается То, что Россия не так Важна Для Nintendo Но я бы хотел Чтобы у нас Что-то подобное Провели Но опять же Не стоит Это сильно Расстраиваться Помните Что это Была Невероятная Лотерея Потому что Никто из пассажиров Не знал Что им будут Дарить Switch И тем более Вместе с игрой Вот Все это было Понятно Сделано В маркетинговых целях Об этом Рассказали на весь мир Все стало известно Но очень здорово Согласитесь Было бы приятно Если бы вы летели Куда-нибудь там Не знаю Москва Питер И вам вдруг Внезапно Подарили Switch В обмен На ваш посадочный Билет Это очень хорошо Больше бы таких Хороших рекламных акций Capcom анонсировал Картридж с играми Серии Resident Evil Для Nintendo Switch В сборнике Будут присутствовать Четвертая Пятая И шестая Части франшизы Однако На самом картридже Будет только Resident Evil 4 Пятую и шестую части Придется скачивать Из eShop С помощью кодов Для загрузки Сборник выйдет 29 октября И будет стоить В США Фул прайс 60 долларов И Также стала известна Цена отдельно Resident Evil 5 И Resident Evil 6 Каждая игра Будет стоить в США По 30 баксов Цена в рублях Пока неизвестна Тут очень легко Вычислить 30 баксов Это 30 евро Это значит Что у нас Скорее всего Будет стоить Каждая игра В районе 2000 рублей Смешно другое Capcom оказалась Настолько Жадной компанией Что продает Три старые игры По фул прайсу Хотя это и Три старые игры Конечно по цене одной Но при этом Этот картридж Вы потом Не сможете Продать на былу рынке Потому что На нем Есть только Resident Evil 4 А две другие игры Вы естественно Их одноразово Потратите Код в eShop И там Следующий владельц Картриджа Уже не сможет Этого сделать Так что Как-то вот Грустно Почему компании Не могут Позволить себе Не знаю Засунуть все Три игры На этот картридж Я не думаю Что этим занимают Столько места Понятное дело Что картридж Еще подорожает Там в цене Хотя казалось бы 60 долларов Куда уж больше Да Очень странное Очень странное решение От Capcom Вообще не понимаю Такие решения Когда Нужно там Одна игра Находится на диске Даже такой У PS4 По-моему Было С Crash Bandicoot Или с Aspire Не помню Короче С чем-то из этих Вот Что тоже Одна игра Находилась на диске А другие докачивая Это что Так японцы решили Бороться Со вторичным рынком Какая-то Очень странная Борьба Я бы сказал И Бессмысленная Как мне кажется Просто Ставит себя В некоторое Такое Странное Положение И Большинство игроков Я думаю Не поддерживают Такое Но вот Как-то так Так что Имейте ввиду Если вдруг Захотите Заиметь Такой картридж Продать Вы его Потом не сможете Это значит Что скорее всего Проще будет Может купить Отдельно В цифре Каждую Из этих игр Стилус Стилус Для Супер Марио Мейкер 2 Разжился Тут таким Стилусом Надо сказать Что он Мне приятно Удивил Он Гораздо Меньше Чем я Предполагал В принципе Тыкать им Свитч Удобненько Я попробовал Потыкать В редакторе Уровня Для Супер Марио Мейкер 2 В общем-то Опять же Гораздо Удобнее Чем я себе Предполагал Ну конечно Для меня Все равно Удобнее Знаете Обычные Стилусы Как были УДС УВЮ И вот эти Телефоны Я тоже помню Со стилусами Гораздо удобнее Я пробовал Подобный стилус Для айфона И как-то Мне это Вообще Никак Я что-то Так потыкал Посмотрел Конечно Конечно Гораздо Удобнее Чем я думал Но при этом Все равно Пальцем Мне как-то Вводить Проще Что ли По свечу Но если У вас Такие же Толстые пальцы Стоит Задуматься И приобрести Копию Супер Марио Мейкер 2 Если вы Этого Конечно Не сделали Я думаю Что уже Все давно Его купили Все уже Давно Обмазались Стилусом Ну в общем Там вы можете Написать Вдруг я не прав Мне все Показалось То что он Удобный Или он Слишком большой Говорят что У него Пипочка Как-то Легко Снимается Ну ладно Я уж не буду Так дергать А то сейчас Легко снимется На видео Я такой Твою мать Что за Некачественно Ну ладно Выглядит Выглядит Качественнее Выглядит Нормально Вот Можете в комментариях Написать Были ли у вас Уже какие-то Приключения С этими Стилусами Нинтендо Публиковала Дату Релиза Уиджи's Мэтшен 3 Игра выйдет 31 октября И да К сожалению Подтвердилась Информация Из того самого Интервью О котором я Говорил В ролике В чем Виновата Нинтендо Россия В игре Не будет Русского языка Что Очень Очень сильно Конечно же Расстраивает Но опять же Я угадал Вы знаете Я всем говорил На стриме Что игра Скорее всего Выйдет 31 октября Под Хэллоуин И вот Опа А я то Оказывается Ванга Угадал С даты Релиза Я все таки Вы знаете Считаю Что Игру переведут Я думаю Что переведут Возможно Что то у Нинтендо Случилось И они Не успевают Перевести К релизу Об этом Говорит То что Точнее не об этом Говорит О каких то проблемах Говорит то что Нинтендо До последнего Тянулась Дата релиза Обратите внимание Покемонов Они уже Сказали раньше Даже Animal Где то на март 2020 года Вот там Links Awakening Сказали А Ouija Mansion 3 Все тянули Тянули И тянули И видимо Есть какие то у них Проблемы наверное Я думаю Опять же Это лично мои слова Это все моя там Диванная аналитика Верить этому на слову Не стоит Просто имейте ввиду Но вот я думаю Что скорее всего Видимо переведут Позже патчем Вот насколько позже Это неизвестно Также Нинтендо Поступала с Нинтендо Лаба Она изначально у нас Этот картон За 5000 рублей Вышел без русского перевода Но В течении Года Они перевели Все вариации Нинтендо Лаба На русский язык С патчами Вот надеюсь Конечно Ouija Mansion Не будут год переводить На русский Но все таки Думаю Что стоит надеяться На то что его переведут В ближайшее время После релиза Ну хотя бы до конца Этого года То есть у них там будет Два месяца И они его успеют перевести Вот Такое мое Маленькое Вангование Но все равно Будьте готовы К тому что Его не переведут Вообще Хотя Ouija Mansion 2 На 3ds Был переведен И придется в него Играть на английском Как то так Какой то серьезный Выпуск получился Мне кажется Может быть стоило Его Перезаписать Не знаю И Футболка у меня Не игровая А анимешная Забыл про это Стыд то какой